Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. На днях жилищная инспекция Республики Дагестан организовала на территории Махачкалы акцию «День открытых дверей в управляющих компаниях». К участию в акции были приглашены жители многоквартирных домов в дагестанской столице. Более подробно о том, как прошло это мероприятие, расскажет сегодня наш гость, главный государственный жилищный инспектор Республики Дагестан Джабраилов Али Магомедович. Здравствуйте! Здравствуйте! Али Магомедович, вот «День открытых дверей» – это масштабная акция. С какой целью вы ее проводите и вообще как вы оцениваете работу этого мероприятия? Давайте начнем с того, что мы такое мероприятие запланировали ежеквартально будем проводить. Это вопрос, согласованный у меня с Народным собранием, с вице-премьером правительства, который курирует эту сферу ЖКХ и строительства, которым понравилась идея. Мы экспериментом провели года два тому назад в Махачкале. Неудачно, правда, прошло. А вот сейчас с этого года мы решили в столице провести такое мероприятие, а в последующем будем проводить и в других городах. Хочу отметить, что на это мероприятие с удовольствием приняли участие сам заместитель председателя правительства Лемешкова Владимир Викторовича, депутат Народного собрания Мухудина Мухудин, заместитель председателя общественной палаты Республики Дагестан Абдулаев Сапарбек, руководитель исполкома ОНФ Шигабудинов Шарабудин. Спасибо этим людям. В том числе принял участие и начальник управления муниципальной жилищной контроли. К сожалению, я должен говорить, что хотя бы было приглашение направлено адреса главы муниципального образования, честно признаюсь, я думал, что придет и сам мэр города, и заместители, и руководители районных администраторов, потому что им тоже важно было бы принять такое участие. Ну, так получилось, наверное, не знаю, как. Цель наша была, значит, этого мероприятия посвящена услышать главных горожан, каким проблемами они сталкиваются, чаяния их, надежды их на что в сфере ЖКХ. Должен сказать, что в этом мероприятии приняли участие более тысячи человек. Но из них где-то до 50 нарушений уже выявлены факты, значит, в тот день приняты такие обращения. И мои инспекторы, которые принимали участие, кстати, должен еще сказать, что в день открытых дверей приняли участие, дали согласие более 40 управлечных организаций. Значит, с 10 часов до 14.00 были открыты двери, которые могли посетить жильцы. Ну, как сказал, где-то до 50 обращений мы взяли на особый контроль, где мы уже вынуждены будем открывать по ним производство по делу административного права нарушения. Если факт подтвердится, значит, естественно, будет выдано, составлены протоколы за нарушение и выдано предписание. Но я думаю, до этого они доедут, они сразу же устранят. И буквально до 18.00 июня я взял этот вопрос на контроль, в том числе всем моим заместителям, и сотрудникам дал поручение соответствующее. А по каким проблемам больше всего поступает обращение к вам? На что в основном жалуются махачкалинцы? Должен заметить, что на этом мероприятии хорошо были проработаны управляющими компаниями, хотя принимали участие не только управляющие компании, и управляющие компании, и ТСЖ, и ЖСК. На это мероприятие пришли люди, организованные для того, чтобы только лишь благодарить управляющих компаний. Якобы, что мероприятия проходят хорошие, что управляющие компании вовремя реагируют. Ну, видно, что было организовано. Тем не менее, должен заметить, что бывают люди, конечно, недовольные работой управления. Все-таки бывали такие обращения, как раз мы взяли на контроль. В то же время, хотелось бы акцентировать внимание на три позиции. Больше всех, не только жалобы, обращения были, но с содействием они просили, которые нам взяты на контроль. Это на благоустройство придуманной территории, капитальный ремонт общего имущества и особое внимание было уделено на неработающие лифты. Должен сказать, что лифты у нас где-то 1860 зарегистрированы, из них 572, то есть 31% уже прошли свой ресурс, они просто стоят, не работают, которые подлежат замене. Да, по лифтам и к нам обращаются тоже много людей. А как вы оцениваете работу управляющих компаний и ТСЖ в дни открытых дверей? Будем говорить, что сколько обращений поступило, и оттуда, и по результатам, я рассказал, как до 18 числа дано поручение инспекторам, если вопросы не будут сняты с контроля, то будем считать, что плохая работа поставлена в управляющей компанией. Так буду давать оценку. А сегодняшний день, вот когда я посещал, вместе с гостями объезжал по городу, и на мероприятие пришли только довольные люди, и большинство благодарили свою управляющую компанию. Ну, это благодаря вашей работе, вашему контролю. Ну, может быть так тоже. Спасибо за оценку тоже. Сегодня хотелось бы также поговорить и о работе управляющих компаний. Как известно, законодательство в этой сфере постоянно меняется. Вот недавно правительство Российской Федерации утвердило перечень грубых нарушений лицензионных требований, за которые управляющая организация может быть наказана штрафами или даже лишиться лицензии. Вот расскажите подробнее, что считается грубым нарушением и какое наказание грозит управляющей компанией? Постановление правительства Российской Федерации было еще утверждено в 2014 году, а изменения в конце 2018 года произошли, где наименование уже 8 особых, которые берется в том числе и нами, как надзорным органам, на контроль, грубые нарушения. Ну, я, чтобы не ошибиться, могу прочитать особые, которые мы должны будем реагировать в постановлении правительства прошлого года. Нарушение лицензионного требования в части проведения, не проведения лицензиатом, испытаний на прочность и плотность гидравлических испытаний узлов вода и систем отопления, промывки, регулировок. То есть это подготовка к зиме. Это особое, будем считать, грубое нарушение считается. Таких 8, ну, особо серьезное, я прочту для сведения. В части незаключения в течение 30 календарных дней договоров о выполненной работе в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования. Это как раз таки по внутриквартирному газовому оборудованию, внутридомовому газовому оборудованию взято на контроль руководством страны, в том числе и главой республики Дагестан. Мы промониторили, дали такую оценку по состоянию внутридомового газового оборудования. В части наличия у лицензиата, признанной вступившим в законную силу судебным актом за должность перед ресурсно-набжающим организацией, есть такого и нет. На сегодняшний день мы в мероприятии провели мониторинг, таких долгов нет. Далее идет в части отказа от передачи осуществляемой технической документации. Вот, скажем, одна управляющая компания выбор способов управления осуществила, скажем, там, ТСЖ или ЖСК или иное управление домом. Теперь у прежней управляющей компании документации не передают. Если они не передадут, значит, там это тоже считается грубым нарушением. Также в части нарушения лицензиатам требования к осуществлению аварийного диспетчерского обслуживания, которые обязывают управляющие компании, должны быть диспетчерские службы. Ну, дополняя вот эти вот требования, грубые нарушения, есть в Кодексе об административном правонарушении появилась новая статья, дополнительная. Статья 14.13, где на должностных лиц налагается за выявление этих нарушений до 100 тысяч рублей или дисквалификации на срок до 3 лет. А юридическим лицам предусмотрена такая мера наказания от 300 тысяч до 350 тысяч рублей. Ну, признаюсь, я даю соответствующее поручение своим сотрудникам, стараемся не привлекать к ответственности. Даем возможность исправить ситуацию. Видим, что на сегодняшний день управляющие компании стараются, устраняют. Хочу дополнить, что где-то 83%, можно смело сказать, из наших выданных предписаний стараются исправить. За первый квартал, можно сказать, что исполнено. А вот те, которые игнорируют наши предписания, конечно, приходится направлять материал в суды и судебным органам решение выносит о привлечении их к административной ответственности. А за какие нарушения управляющая компания может совсем лишиться лицензии? Вот из этих, то, что я зачитал, это... Ага, это не только штрафы, но и лишения лицензии. Да, лишения тоже могут быть, да. Кроме того, лишения может быть, кстати, правильный вопрос, вы поднимаете, где-то 303 организации у нас на сегодняшний день осуществляют управление на квартире домами. Из них 143 управляющие компании уже лицензиаты, 134 ТСЖ, товарищи судебные жилья и ЖСК-28. Кроме того, где-то до 40 управляющих компаний лицензиатов мы направили материалы в суды. Из них уже по 13 материалам, буквально вчера еще одно получили мы решение суда, может быть, он попал, число не знаю или нет, но уже решение есть арбитерное суда о лишении лицензии. Так что мы, я бы сказал, не сурово, но справедливо относимся и требуем. Наша главная цель, чтобы обращений к нам от жильцов, собственников жилопомещения не было. А если к нам придет такое обращение, мы в обязательном порядке должны справедливо и качественно рассмотреть их обращение. Да, вот, наверное, самый популярный вопрос у жильцов – это вот как сменить управляющую компанию или ТСЖ, и кто имеет на это право. Вот могли бы вы рассказать нашим телезрителям, что делать, если жильцы недовольны работой управляющей компанией и решили ее сменить, поменять? С удовольствием поясню. И, по же случаям, хотел бы сказать, если таковы и есть, недовольство управляющей компанией, есть право жильцов самим. То есть, законодательство закреплено. С статьей 44 ЖК и 45 все порядок и формы расписано в жильцовом законодательстве. Жильцы сами могут в любое время отказаться от управления этой недобросовестной управляющей компанией. Для этого должен быть порядок соблюден, чтобы нарушения не было. Для этого я хотел бы сказать для населения, не только управляющей компанией, в том числе и ЖСК и ТСЖ, если недобросовестно выполняют договорные обязательства, взятые на себя те, они могут обратиться к нам для того, чтобы подсказать, правильное русло направить, помочь, в том числе и на ходе проведения мероприятия, общего собрания, чтобы принимали участие мои представители, как бы правое русло направить их собрание и подсказать, чтобы дело не доходило до судов. Понятно, если какая-то там ошибка будет допущена жильцами, в управляющей компании они уже грамотные и могут протестовать решение общего собрания в суде. Еще раз подчеркиваю, все право жильцов. Как они решат, так и должно быть. А кто находит новую управляющую компанию, если вот жильцы отказались от старой? Сами могут определить жильцы. Не вы, да, им подбираете? Нет, мы можем подсказать тоже, конечно, в том числе. Я же сказал, сколько у нас управляющих компаний, которые получили лицензии. Есть выбор. Есть выбор, пожалуйста. Есть дома, которые форма управления до сих пор еще не выбрана. Жильцы могут обратиться в администрацию города или в госжилу инспекцию. Мы представим список, которые есть дома и пусть выбирают. И также и лицензиаты есть, которые получили лицензию. Могут даже соседские, скажем, в одном микрорайоне проживают в доме и увидят, что как работает ТСЖ или управляющая компания, могут туда перейти, попросить взять их на баланс. Но это делается согласно решениям общего собрания. Обязательном порядке должно быть согласие жильцов. Большинство... И все законно надо, наверное, оформить, конечно же. Все вопросы решаются на общем собрании. Если подписано более 51% решением голосов собственников помещения на квартирном доме, это решение обязательное. В том числе и для нас тоже. Дополню, я еще хотел сказать, если решение такое будет у жильцов, они могут к нам обратиться. Я своим приказом могу исключить этот дом с этой управляющей компанией и передать другой. Так законодательно разрешается. Как известно, вы являетесь заместителем председателя лицензионной комиссии Республики Дагестан. Расскажите о работе комиссии. Сколько проведено за все это время экзаменов и заседаний? Ну, за все время проведено мероприятие, я могу ошибиться, с 2015 года уже работает лицензионная комиссия. И ежемесячно, то есть в начале месяца проводится квалификационный экзамен для соискателей и лицензий. И в конце месяца проводится лицензионная комиссия, собирается числе солидных, скажу, председательных людей лицензионной комиссии. Это указом главы республики, список лицензионной комиссии Республики Дагестан, где есть представители народного собрания, органы исполнительного власти, в том числе надзорного органа, госжилонадзор. Мы тоже находимся в списке лицензионной комиссии. Научное сообщество, общественные палаты, Советы муниципальных образований, уполномочен по защите прав предпринимателей, саморегулируемые организации. Это 15 человек в комиссии. И требуем, в первую очередь, лицензионная комиссия требует, чтобы человек был соискатель, не судим, чтобы за ним каких-то долгов не было, имеется в виду, открытое предприятие не закрыл. Чтобы он, значит, не судим был, я сказал уже, да? Обязательно в порядке он должен быть не судим. И первое же требование, чтобы он получил квалификационный аттестат. А для того, чтобы получить квалификационный аттестат, есть разработанный Министерством России перечень вопросов, 200 вопросов. Из 200 вопросов ему попадается 100. И из 100 вопросов он должен ответить на 86. Если он получает 86 баллов правильных ответов, и он получает квалификационный аттестат. Притом, этот квалификационный аттестат выдается на 5 лет. И будет в списках реестр, что он получил квалификационный аттестат. Через 5 лет повторно сдают экзамен? Да, сдают экзамен. А как они вообще эти вопросы могут ответить? Ну, для нас, конечно, для меня, как лично, и моих сотрудников, это легкие вопросы, потому что мы непосредственно занимаемся этими вопросами. А вопросы легкие, но путанные, будем говорить, запутываются. Один и тот же похожий ответ, но надо правильно ответить. А вообще, в общем, как экзамен проходит по лицензированию? Ну, я скажу, садится за компьютером инспектор, то есть соискатель, соискатель и присутствие комиссии онлайн он сдает на вопрос, на вопрос три ответа. Из трех, один выбирает, правильный ответ, обратно уже не может, нажимает и дальше, дальше, дальше. И он должен 100 вопросов ответить, из них 86 обязательно нужно набрать баллов. Ну, они, наверное, должны знать как-то по профессии, наверное, да, все такие вопросы? Ну, да, конечно, но слово «должны», конечно, как-то… Обязаны, наверное. Обязаны, если он пришел, значит, хочет управлять домами, естественно, он должен требования знать, какие-то, ну, нормы, скажем, мелочи, ну, скажем, хотя бы даже, какое давление воды, температура горячей воды должна быть, температура помещения какая должна быть, ну, хотя бы мелочи такие вопросы, он же должен знать. Ну, это даже, да, обычные, наверное, жильцы должны знать. Конечно, к нему же, к этому же управляющему компанию могут быть и обращаться, которые не знают эти вопросы, могут обратиться, он должен умея все это… Угу, все знать. Мне интересно, с какими основными проблемами вы сталкиваетесь в ходе вот своей работы? Ну, большинство обращений к нам бывает, особенно в зимний период, скажем, не соответствует нормативному уровню теплоснабжения, скажем, горячей воды нету, это зимний период. Но в летние обычно пристройки, как только чуть-чуть потеплеют, и начинаются пристройки к многоквартирным домам, переустраивать свои помещения, перепланировать свои помещения, начинаются, ну, в том же числе и, скажем, газоснабжение, поэлектричество, жалобы. Ну, все связанные вопросы, я могу перечислить их там. Угу, а вот граждане как ведут себя? Вот они идут на сотрудничество с вами, когда вот вы решаете какие-то проблемы? Да, да. Или не мешают вам? Нет, нам как, мы наоборот их защищаем. Но бывает же там кто-то, кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Нету таких вот, наоборот, как бы сотрудничают и, скажем, одно, по одному обращению, если инспектор пришел, он и в ходе проверки второе обращение уже делает сразу, как бы вносит сотрудничество. Трудничество находит, да. Я хочу еще сказать, чтобы жильцы, собственники помещения понимали, управляющая компания – это не вечная компания, она только лишь нанятая на время управлять. Если они видят, что управляющая компания не работает, они имеют право в любое время, законодательством предусмотрено, разрешается им сменить эту управляющую компанию. Самое главное, чтобы они понимали. А то бывает, я хозяин, я командую, вы никуда не денетесь. Эти слова уже в новом законодательстве. Уже в прошлом. В прошлом, да. Теперь жильцы определяют, с кем работать. Устраивают их жильцы, управляющие компании? С ними сотрудничают? Не устраивают, они могут. Кто платит, тот и должен требовать работу. Завершился первый квартал года. Расскажите об итогах работы в жилой инспекции. Я бы не хотел заранее похвастаться, но я думаю, что итог у нас будет положительный и удовлетворительный. Скажу, за прошлый год по итогам работы в 2018 году мы заняли среди 85 субъектов пятое место. Это хороший результат, за что я благодарю своих сотрудников по именам всех. Молодцы. А вот итог мы направили за первый квартал, до сих пор еще нет. Там где-то 18 критерий по критериям оценки дается, в том числе и открытость наша, рассмотрение жалобы качественно, до судов доведенные. То есть самая главная цель у нас – защита прав граждан в соответствии с законодательством. Я желаю вам удачи и получить все награды. Вы на самом деле работаете, вот как все должны с вас брать пример, я считаю. Спасибо. Спасибо вам за участие в нашей программе. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.